Здравствуйте. Компания «Обнаженный бизнес» приветствует вас на конгрессе «Миллионеров-3». И мне выпала честь представить вам нашего сегодняшнего спикера. Это Радислав Гондопас. Радислав, здравствуйте. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в комментариях ВКонтакте, насколько нас хорошо слышно. Посмотрите, пожалуйста. Так, мне сказали, что у нас эхо. Сейчас отключим. Эхо не будет, скорее всего, это моя вторая страница, которая просто закрывала. А, да-да-да, это вторая, я понял, все верно. Все замечательно. Мы открывали две настройки, сейчас она закрыта, эхо не будет. Тогда продолжим. Я, честно, очень рад и горд представлять этого человека, так как это действительно самый известный в России бизнес-тренер. Я очень много разных материалов в интернете встречал на эту тему. И, честно говоря, мечтаю пройти курс. И сейчас у нас есть возможность бесплатно прикоснуться к тем знаниям, которыми обладает этот истинный лидер. И всех предупреждаю, что в течение часа вы будете получать максимум полезного, что можно получить за час. Поэтому слушайте внимательно и не рассчитывайте на запись или еще что-то такое, записывайте ценные мысли на бумагу и так далее. Все. Я думаю, что Радислав правильнее скажет, как нужно, сколько внимательно нужно его слушать. Большое спасибо за внимание. Радислав, вам слово. Спасибо, Павел. Спасибо, естественно, всем, кто к нам сейчас присоединился. Вне зависимости от того, будете вы записывать на бумагу, будете вы делать аудио или видеозапись. Вне зависимости от того, насколько внимательно вы будете слушать. Все равно то, что мы обсуждаем, будет внедряться в ваш мозг и влиять на ваше мышление, ваше поведение, ваши результаты. Так или иначе. Дело другое, что если вы сосредоточенно, сконцентрированы сейчас отбросить все лишнее, все, что вас отлетает, если вы перестанете там наводить порядок на столе, просматривать твиттер и там, ну не знаю, чем еще можно заняться параллельно. Чем будет выше концентрация, тем будет выше эффект, тогда будет не только на неосознаваемом, но и на осознаваемом уровне закрепляться то, что мы с вами будем сегодня обсуждать. Тема моя называется так «Миллион долларов в год своим трудом». Я понимаю, что в этой теме, ну эта тема сама по себе может вызвать некий скепсис, потому что, ну да, ну принято считать, что миллион долларов – такая сумма, которая доступна только человеку, который делает свой бизнес или использует какие-то другие инструменты, источники, кроме своего труда. То есть, использует труд других людей. Мне интересно, на уровне верования, кто из вас верит в то, что можно своим собственным трудом стабильно зарабатывать один миллион долларов? Кто верит – поставьте плюс, кто не верит – поставьте минус. Давайте посмотрим статистику. Я же на полном серьезе эту тему предлагаю. Тут же ничего нет. Никакого лукавства нет. Я-то верю. Плюсы. Ну, спасибо, это вы, чтобы, да, чтобы мне приятно было. Ага. Отлично, все, тормозите, уже понятно, уже понятно. Порядка 10% не верят, что можно заработать своим трудом. В этом есть свой резонт. Хорошо. Пожалуйста, напишите то, чем на сегодняшний день зарабатываете вы. Спасибо, это будет, чтобы не выиграть. Да, вы знаете, неизбежно, если открывается вторая окна, то я сдачу их. Подождите, я придумаю, как решить вопрос с центром. Павел, может быть, вы вмешаетесь, поможете что-нибудь сделать? Все, закончили голосование. Сейчас пишем свой источник дохода. От чего? Да, ну, студентка, я не знаю. Так, сейчас меня слышно? Поставьте плюс, если меня слышно сейчас. Так, с работой понятно. Поставьте плюс, если меня слышно. Отлично, работаем, продолжаем. И, наконец, третий вопрос, последний в этом блоке. Как вы думаете, какой профессией можно все-таки зарабатывать? Кто поставил плюс, естественно, кто верит? Какой профессией можно зарабатывать миллион долларов в год? Какой профессия можно зарабатывать миллион долларов в год? Так. Как сейчас слышно? Так, услуги, МВМ. Предприниматель. Предприниматель, понятно. Меня интересует профессия своим собственным трудом. Я понимаю, что предприниматель профессия, что предприниматель это труд. Я согласен, причем труд довольно серьезный. Нефтяные компании пошли. Так, понятно. Депутат. Своим собственным трудом. Есть, все, спасибо, спасибо, достаточно. Достаточно, достаточно, понял. Сейчас посмотрим. Что я хочу сразу сказать. Давайте договоримся по таких терминам, понятиям, которыми мы будем активировать, чтобы было ясно, о чем идет речь. Первое понятие, которое мне хочется ввести, это понятие благосостояние. Часто произносят слово благосостояние, что это такое. Представьте себе, человек выиграл миллион долларов в некую лотерею, уже под срубил. Можем ли мы считать его богатым человеком? Можно ли мы его считать миллионером? Очевидно, нет. У него есть миллион, но он не является миллионером. Если он не заработал этого миллиона, какова будет его судьба? Этот миллион, скорее всего, он просто потратил. И поскольку он не был миллионером, он стал не миллионером с миллионом, и потом он стал не миллионером без миллиона. Можем себе представить противоположную ситуацию. Человек является миллионером, а у него нет миллиона. Возможно ли такое? Возможно. И такое часто бывает. Более того, миллионер может оказаться и в минусе на какое-то время. Но если он миллионер по своему поведению, мы можем ожидать, что этот миллион, который у него когда-то был, вернется и приумножится. Таким образом, миллионер – это не обладание определенной суммой, сопоставимой с одним миллионом или несколькими миллионами долларов. Миллионер – это некая стратегия поведения, которая обеспечивает возможность этот миллион получить, удержать, приумножить. Это стратегия поведения. И в этом смысле, повторю, миллионер может быть с миллионом, а может быть миллионер и без миллиона, но это и время временно. Второе. Благосостоянием не является определенная сумма денег, которая вы располагаете на сегодняшний день. Благосостояние – это постоянный, стабильный, всевозрастающий поток финансов, которые вы получаете в свою жизнь. Ну, так, денег, активов и так далее. То есть, это поток, но нет точка. Тема наша называется «1 миллион долларов в год своим трудом». Речь идет не о том, как быстро заработать 1 миллион, я уверен, что об этом тоже была речь, вы тоже бывали на подобных вебинарах, а о том, как обеспечить стабильно поток, сопоставимый с этой студией. При этом, должен сразу сказать, что мне пришлось подгонять название под название в целом форму. Речь идет о конгресс-миллионерах, соответственно, миллион долларов в год. Потому что, ну, я не знаю, стоит ли у вас действительно такая цель, именно миллион долларов в год. Не обязательно. И нужно так понимать, что это не некая точка. Это процесс. Мне важно, чтобы процесс у вас был возрастающим. А миллион или не миллион, это посмотрим. Можно ли своим трудом зарабатывать этот миллион? У нас было голосование, были минусы, кто-то не верит. Я знаю нескольких людей и отношусь к ним сам. Для кого это стало реальностью? Уже в течение нескольких лет этот результат стабильно повторяется или прирастает. Почему? Потому что реализована некая стратегия, которая сегодня и пойдет речь. Я не имею такой амбиции, знаете, рассказать вам некий алгоритм, следуя которому каждый из вас, тысячи и тысячи слушающих, сейчас получит одинаковый результат. Нет, этого быть не может. Однако, как говорят в этом деле, некие фишки, некие чит-коды, безусловно, сдам. Ради этого, собственно, мы сегодня и собрались. Вот, фиксируйте, запоминайте и пользуйтесь этим. Итак, когда человек стартует, в каком бы то ни было деле, он попадает на первый этап развития своего профессионализма и своего позиционирования для той среды, в которой он живет, работает и зарабатывает. Постепенно он переходит на второй этап, потом на третий, потом на четвертый. Представьте себе графически это. Ну, не знаю, у нас нет слайдов и нет никакой доски, поэтому данная не нужна, потому что это довольно простая. Представьте себе линию, которая развлена на четыре отрезка. Первый отрезок, первая часть пути развития профессии я бы назвал «малое несчастье». Почему «малое несчастье»? Потому что очень много усилий, непонятно, что делать. И человек поначалу не получает достаточного вознаграждения. То есть он старается, он работает, он вкладывается, но, к сожалению, не получает, я же говорю, отпарён. Малое несчастье, если честно. Да, сейчас минутку сделаем паузу. Продолжение следует... 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 не вкладывая, не рискуя, не трудясь получить. Речь пойдет не об этом. Я же сказал своим собственным трудом, а не волшебством или на халяву. Поэтому мы и будем говорить о собственном труде. Вначале, естественно, мне хочется сказать, на основе такого материала я буду говорить с вами. Ну, на основе, естественно, в первую очередь, собственного опыта и на основе изучения опыта моих коллег и товарищей в первую очередь. Почему? Моя профессия – бизнес-тренер. Я думаю, что значительная часть из вас знают меня. Знают меня так или иначе, чем я занимаюсь, ну и так далее. Но допускаю, что какая-то часть из вас не видит, не знает, не понимает и только доверяет словам Павлу в презентации. Лично мне казалось всегда, что профессия бизнес-тренер, она очень известна. Все нас знают, все хотя бы знают, что это такое. И однажды я ехал с девушкой по имени Ксения в поезде Москва-Киев в СВ. Мы, естественно, познакомились. Она сказала, что она модель и актриса, но пока временно не работает. Ну, то есть она ищет работу и она в целом модель и актриса. Она сказала, чем занимаюсь я. Я сказал, я бизнес-тренер. Она сказала, да, ну а какой вид спорта? Я сказал, не какой вид спорта, я бизнес-тренер. Она говорит, ну да, я понимаю, твой бизнес, ты тренер, а по поводу спорта? Я говорю, я бизнес-тренер. Что это значит? Я ей объяснил, чем занимается бизнес-тренер. И тогда она задумалась несколько, по-моему, даже огорчилась и сказала, неужели за это платят? Знала бы она, что платят, и платят довольно много в зависимости от того, на каком уровне бизнес-тренера. Как в шоу-бизнесе, например, та же история. Она очень хорошо понимает свой бизнес. Я, например, не понимаю, на чем зарабатывает модель. Мне не очень понятна структура доходов актера. Но должен сказать, что то, о чем будем говорить сами, оно возможно, оно может быть приведимо и в жизни актера, и в жизни модели, в жизни тренера, и в жизни человека, который работает в найме. Тут сразу скажу. Вот у меня написано, что не предпринимательство, предпринимательство, инвестиции, а как заработать своим трудом? Без предпринимательства, своим трудом и можно, и нужно заработать, но... Определенная предприимчивость все равно должна будет быть проявлена. Без предприимчивости не получится. Если вы не будете использовать предпринимательское мышление, вы заработаете столько, сколько вам дадут, а не столько, сколько вы могли бы. Второе. Зарабатывая своим трудом, многие люди так понимают, что повышение профессионализма, повышение качества работы автоматически означает и повышение дохода от нее. Сразу расстаньтесь с этой идеей. Вы можете видеть, как в шоу-бизнесе люди не самые талантливые, не самые лучшие певцы, становятся более востребованы. И как, может быть, гораздо более хорошо поющие, зарабатывают меньше и вообще могут иметь на себя спроса. Что это отличает? В чем разница их поведения? В том, что первые используют предпринимательский подход к тому, что они делают. Что это подразумевает? В первую очередь подразумевает принятие ответственности за свою биографию, за свою профессию на себя. Когда я был студентом, у нас с друзьями была рок-группа. Мы записали два альбома, конечно, за свои деньги. Мы даже давали какие-то концерты. Большая часть из них была бесплатная. Мы выступали, когда в наш город приезжали разные звезды на разогреве, в частности, Лучай, АБДТ, группа «Разные игры», «Полчежа» выступали на разогреве. И, естественно, мы хотели стать известными, мы хотели сделать музыку в своей профессии. Как мы себе это представляли? Мы представляли себе так, что найдется такой-то добрый предприниматель, который, ну, продюсер, который нас увидит, услышит. Мы ему сразу понравимся, и он станет нас продюсировать и сделает нас знаменитыми. Мы потратили годы на поиски такого человека, который нашел бы нас, который нам бы помог, и который сделал бы за нас всю черную работу. Такого человека мы не нашли. Мы не стали рок-звездами, мы не стали известными, знаменитыми, хотя музыка у нас была шикарная. Мы, ну, я сейчас это совершенно искренне считаю, время от времени герзгер. В чем была ошибка? Мы не хотели принять на себя ответственность. Мы хотели, чтобы ответственность принял на себя некий другой человек. Если бы мы смогли это сделать сами, если бы мы не искали доброго дядя, который на халяву нас сразу вытащит третий уровень, если бы мы целенаправленно использовали предпринимательскую стратегию, мы могли бы достичь своих целей. К слову скажу, что наш бас-гитарист живет сейчас в США и играет музыку, он играет блюз с чернохожими в новом Орлеане. Неплохо себя чувствует, но не это его профессия, это его хобби. Наш гитарист и вокалист по поженились, создали семью. У них сейчас собственный прогрессовский центр, радиостанция, что-то такое. И они сейчас молодых исполнителей сами расключают. То есть они делают то, что должны были бы делать, когда мы были еще сами музыкантами. Если все это используют, можно было бы достичь высоких результатов в профессии. Итак, нужно понять главное. Главные деньги зарабатывает предприниматель. То, что он предлагает, то, что он продает, получает столько, сколько он определит для него, скажем, минимально возможность для того, чтобы тот продолжал работать. Предприниматель платит работнику настолько мало, насколько только возможно, чтобы тот продолжал работать. Давайте без иллюзий, большего не будет. Если вы, являясь специалистом, еще и выполняете функцию предпринимателя, вы получаете столько, сколько вам нужно, столько, сколько вы можете, максимум. Что означает в этом случае быть предпринимателем? Ну, во-первых, принять на себя ответственность за результат и за то. Ответственность – это не только получить плюсы, но и получить все минусы, которые связаны с тем делом, которым вы занимаетесь. Это способность инвестировать, а не только ожидать плодов. Это проявлять инициативу, не ждать, когда ситуация на рынке станет такой, что вы будете востребованы, что появится в вашей жизни чудесная щучка, которая вас спасет, а проявлять, совершать действия самому. Я сейчас расскажу о том, как это выглядело в моей карьере за 16 лет практики, и потом вы посмотрите, как это можно использовать в том, что делаете вы. 16 лет назад я провел свой первый в жизни тренинг. У меня была другая работа, другая профессия. Я очень неплохо зарабатывал, очень неплохо зарабатывал. И, в принципе, тренингами я стал заниматься случайно. Произошло это так. Компания, в которой я работал, на позиции заместителя директора, занималась организацией трениров. Я смотрел, как работают трениры, естественно. Посмотрел десятки тренеров, и наших, и зарубежных, и немного им завидовал. Мне казалось, что я выполняю черную, трудную работу, а им остается только всякие удовольствия. Творческая, интересная работа, переезды, внимание и обожание публики. И однажды тренинг предложили провести мне просто на замене. Специалист не смог, и мне сказали, провести, как спасать ситуацию. Ну, как в фильме в цирке, знаете, нужно побыть на арене, пока сможет провести тренинг сам тренер. Поскольку я слышал очень многих тренеров, я вышел, провел этот тренинг. Конечно, было страшно, потому что, ну, профессионализм на нуле, например. Я провел этот тренинг, и мне понравилось, понравилась аудитория, с которой я работаю. Кто-то кому-то сказал, как-то распространилась информация, и студенты психологического факультета университета предложили мне провести тренинг у них, и сказали, 50 долларов я вам готова заплатить за двухдневный тренинг. Я сказал, ну, не нужно денег, вы студенты, я выступаю перед студентами университетов, у меня уже тогда был принцип. Они сказали, нет, родислав, любой труд должен быть оплачен, потому что, если вы не будете получать вознаграждение, хотя бы символически, то у вас попалет мультивация. Я сказал, ну, хорошо, если вы настаиваете. Я взял эти 50 долларов и провел для них тренинг. Но поскольку для меня это был не коммерческий арт, я был расслаблен, я экспериментировал, получилось очень здорово. Одна из девушек студентов этой литки оказалась нештатным корреспондентом газеты. Она сфотографировала на тренинге несколько сцен, несколько мизансцен, и опубликовала в местной газете небольшой материал о том, что вот она была на тренинге парадовского искусства, вот такое вот тренер, какое-то имя, моя фотография, другим планом сценки с тренингом, ничего особенного. Но однажды эта газета оказалась в доме родителей моей однокурсницы. Однокурсница, живущая в столице, приехала навестить родителей и увидела у них эту газету. Говорит, минуточку, Радислав, это мой однокурсник. Прочитала материал и нашла меня. Найдя меня, она сказала, Радислав, у меня в компании очень серьезно стоит вопрос подготовки людей по части развития презентационных навыков. Мне нужен хороший тренинг по радовскому искусству. Я знаю, что ты их проводишь, провели для моих сотрудников. Теперь внимание, 50 долларов был мой первый гонорар за тренинг. Да, я понимаю, что я тогда не был в моей профессии, но тем не менее. Когда мне позвонила Оксана, она сказала, ну у нас в компании есть определенные бюджеты на тренинг, и тебя устроят 500 долларов вознаграждения за тренинг. То есть в 10 раз больше. Я был честным парнем, таким и остаюсь, и сказал, Оксана, ты знаешь, это не, ну, я не тренер. Это не моя профессия, я не умею. Она говорит, слушай, я вот почитал эту статью, здесь написано, насколько классно у тебя это получается, я тебя помню. Ну, давай, в общем, не отнекивайся, проведи для моих людей тренинг. 500 долларов для меня тогда были, ну, в общем, серьезные деньги. Не то, чтобы серьезные деньги, состояние, но тем не менее, достаточно для того, чтобы я начал готовиться для того, чтобы провести такой тренинг. Я провел этот тренинг и получил 500 долларов за два дня работы. Такой суммы за два дня до этого я не получал никогда. И, наверное, в то время у меня была такая сильная мотивация, это я вышел на второй этап, возможно, так быстро. Сильная мотивация для того, чтобы продолжать работать в этой профессии. Сейчас сделаю небольшую паузу. Вы скажете, минуточку, но сейчас то, что расскажет Орелислав, это цепочка случайностей. Это щучка, которая по щучьему велению, по моему хотению, хоп, и не смогла главный тренер выйти в группе и вышел Орелислав. А потом, хоп, студенты его нашли и предложили провести тренинг. А потом, хоп, газетка случайно попалась на глаза его однокусницы. Это ведь цепочка случайностей. Это ведь волшебная палочка, щучка, а потом, кто там еще у нас есть, золотая рыбка. Да. Но теперь представьте следующее. Приходит ко мне Игорь Орелислав, тренер не может приехать. Группа набрала. Нужно некоторое время поработать за нее, пока она подъедет. Я могу сказать, нет, правда? Могли какие-то студенты сказать, проведите меня на тренинг. Ваши выходные дни. Я могу сказать, ребята, я так устаю во время работы, что выходные я хочу провести дома. Я не хочу работать, тем более, это не моя профессия, тем более, за 50 дома. И третье. В конце концов, я мог не провести тренинг для Оксаны, для моего института, я мог отказаться и от этого на том основании, что я недостаточно профессионален и так далее, и так далее. Я сказал бы, три раза нет. И судьба, которая, ну, судьба, которая три раза пыталась дать мне шанс, она осталась бы за бортом. Поэтому, предпринимая шаги для того, чтобы заработать своим домом миллион долларов и развить свою способность, возможность зарабатывать, не то, чтобы не теряйте шансов, дайте, откройте судьбе возможность дать вам шанс. Говорите «да». Нет, вы сказать «успеете». Когда вы будете богаты, когда для вас время будет гораздо более ценным ресурсом, чем время, вот тогда станете говорить «да». Соглашайтесь. Приглашают выступить бесплатно – соглашайтесь. Предлагают поработать бесплатно – соглашайтесь. Предлагают выполнить работу не свою – соглашайтесь. Пока вам деньги нужнее времени, тратите свое время, вы не знаете, когда и что сработает на 100%. На первом, втором этапах у вас дефицит деньги, но у вас профицит время. Тратьте свое время на то, чтобы заработать деньги и если у вас нет возможности заработать деньги в этот период, тратьте время на то, чтобы заработать репутацию, имя, известность. Помните эту притчу о двух лягушках, которые попали в молоко? Ну, это старая история. Когда одна лягушка отказалась от борьбы и умерла, и когда другая лягушка поняла, что ее ждет какая же смерть, она стала просто болтать лапкой. Болтая лапками, она взбила под собой сметану, и сметана как более, или масло как более твердая субстанция, она смогла оттолкнуться от этого масла и вытолкнуть наружу. Вот упадобьтесь этой лягушке. На первом этапе пока вам нечего терять. Взбивайте под собой масло. Когда я понял, что я хочу быть бизнес-тренером, я стал изучать рынок. И понял, что в моем родном городе я жил, в Одессе, когда рынка нет. Его не было тогда. Боюсь, что сейчас его нет тоже. В том объеме, который был нужен мне. И вот тогда я сделал серьезный шаг. Серьезный шаг, который остановил очень многих людей, людей, которые не захотели расстаться с комфортом и безопасностью, которые не захотели получить возможность прорваться в новую сферу, на новый этап, на новую, не знаю, в споролинную реальность. Я понял, что рынок есть только в Москве. Он и сегодня только в Москве. И даже сегодня, когда приглашают тренера в любой город России, его приглашают из Москвы. То есть у нас такая интересная структура страны в целом. Ну, успешные тренеры в США живут в любом городе. Это не имеет никакого значения. У нас для того, чтобы заниматься этим делом, нужно быть в Москве. Здесь основные потоки информационные, здесь основные финансовые потоки и так далее. Я поехал в Москву. Я сделал этот шаг. И при этом я не имел ни малейшего представления о том, что я конкретно буду делать. У меня не было никаких оснований думать, что мне здесь удастся перестать. Ничего. Мне было страшно. Мне было голодно. Мне было одиноко. У меня не было ни друзей, ни знакомых, ни приятелей. И я об этом теперь уже люблю вспоминать, но когда-то мне об этом было больно говорить. Два первых Новых года в Москве и два первых дня рождения в Москве я провел абсолютно один. У меня не было людей, с которыми я мог бы пригласить, и не было людей, которые пригласили бы меня. Когда меня спрашивают о первых этапах продвижения в профессии, особенно в свободной профессии, я использую такой комментатор. Я говорю, призывайте себя в армию на два года. Представьте, что вы сами себе военкомат. Вы забрали себя в армию и вы лишили себя примерно того же, чего лишают солдаты. Вы лишили себя свободы передвижения, вы лишили себя роскоши, вы лишили себя чрезмерного, ну там или достаточного отдыха, сна, вы лишили себя возможности поддержания товарищеских отношений, которые довольно часто требуют от вас сил, времени, отвлекают вас от того, что вы делаете. Призовите себя в армию на два года. Вот прямо сейчас, ребята, есть перед вами такая... Если вы меня сейчас слушаете, если вам интересна тема, очевидно, перед вами такая задача стоит. Если вы уже слушаете книги любопытства, вот прямо сейчас, представьте, что вы сами себе прислали повестку. И вы на какой-то, ну, только на два года, когда я служил в армии, это было два года, сегодня служат год, призовите себя на существенный срок, ну, год, скажем, в армию. Напишите, от чего вы себе отказываете, на что вы не будете тратить времени, сил и денег на этот период. Только так вы сможете добиться выдающихся результатов на этом промежуточном этапе. Сможете проскочить этот этап. Я вижу город Москва, город офисного клонтона. Я не понимаю, что это означает. Москва – город офисного клонтона. Москва – город разных людей. Это город ленивых и безобразно безинициативных людей. И это город людей, достигших дающихся результатов, которые хватают звезды с неба, ничего собой не представляя в родных городах, добиваясь здесь издающихся результатов. Это город очень разных людей. Москва – город разных людей. Почему офисного клонтона? Непонятно. Траза красивая, да, супер. Дальше. Первое. Отсекаете то, что забирает у вас силы, время, деньги. Концентрируйтесь на тех задачах, которые перед вами стоят. Второе. Для того, чтобы иметь запас энергии, запас сил, для того, чтобы иметь источник внутренней мотивации, для того, чтобы иметь поддержку внутри себя, которая позволяла вам пережить трудные времена, у вас должно быть видение. К сожалению, к счастью, к сожалению, большинства людей видения нет. Я люблю вспоминать этот пример, как в Москве тысячи человек на улицах спросили, хотели ли бы они прожить вечно. 996 из них ответили утвердительно. 994 из них ответили утвердительно. И только 6 смогли сказать, как они собираются провести ближайшие выходные. То есть, представьте, тысячи человек, 994 из 6, которые планируют хотя бы ближайшие выходные. Когда ребенок маленький совсем, ну, дошкольник, например, ему задают вопрос, кем ты хочешь быть? Он говорит, ну, он называет профессией. То есть, у этого ребенка горизонт планирования 25-30 лет. Ребенок становится школьником. Ему задают вопрос, куда ты будешь поступать? У него горизонт планирования столкнулся до 10 лет. Причем, кем он будет, уже никак не связано с тем, куда он поступит. Когда ребенок поступает в ВУЗ, у него горизонт планирования становится еще меньше. Сессия. Полгода. Когда человек уходит на работу из ВУЗа, довольно часто его горизонт планирования ограничивается ближайшими выходными или ближайшими отпусками. Ребята, что нужно сделать? Очень трудная задача, очень энергозатратная и очень ответственная. Это формирование едини. Сделайте такое домашнее задание. Почему домашнее? Давайте сделаем его сейчас. Упражнение занимает одну минуту. Готовы? Ну, бесполезно спрашиваю, готовы или не готовы, я все равно его дам. Если перед вами есть листок бумаги, используйте его. Если перед вами экран компьютера, откройте файл, используйте его. У вас одна минута. Сделайте то, что вы давно хотели сделать и, может быть, откладывали. Откладывали, потому что не очень представляли как, не очень представляли зачем. А сейчас это просто задание. Просто сделайте его. Вот камера, которая позволяет вам видеть меня. Возможно, я вот видел Киев, Донецк, Алма-Ата, Москва. У кого-то кто-то от меня в нескольких километрах, кто-то в нескольких метрах, кто-то в нескольких десятках тысяч километров. Но благодаря той камере, которая сейчас находится в моем офисе, вы видите меня. При этом вы видите только меня на фоне белой стены в моем кабинете. Если я развернул компьютер, вы увидите кое-какие детали. Вы увидите там принтер, ноутбук на моем столе, свет моего рабочего стола. Если бы там какой-то ящик с неразобранными вещами. Если эта дверь сейчас из моего кабинета была бы открыта, вы бы увидели, что там сейчас находится по крайней мере три человека, которые работают в моем офисе в настоящий момент, в 20 часов 38 минут, непонятно, почему надо пойти их разогнать. И так далее. Веб-камера, она видит сейчас вот эту картинку, но подразумевает что-то еще за пределами. Представьте, что у вас волшебная веб-камера появилась, благодаря которой вы проникаете не на километры, а на годы. Представьте, что ваша веб-камера вылезла там, где будете вы через 10 лет. Напишите, что вы видите. Не только, что видит ваша камера, а напишите, что подразумевается, что за пределами того пространства, которое она охватывает объективом. Опишите все, что вы видите. Одна минута всего лишь. Поехали. Я мешать не буду, просто пишите. Одну минуту. Пишите, не отвлекайтесь. Пишите детали, описывайте, что видите в глазах, что подразумевается вокруг. Продолжение следует... Есть одна минута. Поздравляю, вы сделали очень важную работу в своей жизни. Понятно, что минуты мало. Вы можете потом сесть и дополнить описанное. Что меня интересует? Поставьте плюс, кто описал себя, свою внешность, состояние здоровья, возможно, фигуру. Поставьте плюс сейчас. Кто описал себя, свою внешность, здоровье? У нас небольшое отставание от того, как я говорю, до момента, когда... Проверьте. Хорошо, без плюсов. Окей, сейчас проверьте, описано ли у вас в этом сочинении, где вы живете. Дом, квартира, собственный ли дом, вилла с морем. Кстати, уверен, что процентов 30 из вас из окна своей виллы видят море. Проверьте, описано ли у вас, с кем вы живете. Кто, не знаю, там, ваша семья, друзья, живете вы один. Проверьте следующее. Проверьте, есть ли там ваши игрушки. Обязательно должны быть игрушки. Машины, яхты, самолеты, бриллианты, сумочки, гаджеты должны быть в этой картинке обязательно. Нельзя лишать игрушек ребенка, нельзя лишать игрушек взрослого человека. От этого теряется вкус жизни, от этого теряется смысл достигать. И, наконец, последнее. Проверьте, есть ли у вас описание деятельности, чем вы живете, чем вы заняты. Это принципиально важный вопрос. Большинство людей, которые живут в надежде, что добрая щучка принесет им удачу, они скажут, зачем мне деятельность, если я могу все это иметь. Такие люди никогда не достигают ничего. Люди, которые сделали себя сами, которые достигли выдающихся успехов, которые зарабатывают своим трудом паранормальные деньги, это, как правило, люди, которые с радостью, воодушевлением, энтузиазмом занимаются своим делом. И они занимаются им, даже если бы им не платили, и поэтому им платят так много. Есть. Допишите это сочинение и пишите его время от времени на разных этапах жизни. Совершенно не обязательно у вас должно сбыться то, что там описано. Неважно, эта картинка должна быть. Не мечта, а картинка видения, которая будет подбадривать вас в трудные минуты, которая будет вдохновлять вас в минуты, когда вам нужно будет, нужно будет дополнительная энергия. Кстати, чистая опция. Попробуйте дать своему партнеру по браку, если он у вас есть, такое же, ну, не задание, предложите поиграть. Пусть напишет тоже, где и кем себя видит ваш партнер по браку через 10 лет, если, повторю, у вас такой партнер есть. Мы там возлюблены и так далее. А потом сличите, что у вас написано. Посмотрите, насколько синхронно вы видите свое будущее. Люди расходятся довольно часто из-за того, что у них не совпадает представление о будущем. Партнеры по бизнесу, партнеры по браку и друзья. Пока их объединяло общее прошлое, они были вместе. Потом, когда нужно было планировать будущее, они расходятся, потому что картинки различаются. Есть. Представим, что вы переходите на второй этап. На второй этап, на котором вам становится немного легче, и у вас стали появляться какие-то отклики рынка, повышают зарплату, или у вас появляется первый значительный доход, если вы в свободной профессии. Что у вас в дефиците? В дефиците у вас известность. Вспомним, на первом этапе малое несчастье. У вас были в дефиците деньги, это естественно, а в профиците была энергия. Поэтому вы затрачивали энергию, поскольку она в профиците. На втором этапе у вас появляются первые деньги, деньги перестают быть дефицитом. У вас в профиците время, энергии чуть меньше становится, а в дефиците известность, потому что без известности вы не можете заработать своим трудом приличных денег. Тут не важно, как вы поете, если вы певец, важно, насколько вас знают. И понятно, что заказывая на корпоративную вечеринку певца, вы заказываете не просто того, кто будет развлекать публику и петь хорошо, вы заказываете известного и переплачиваете за бренд и за известность. На втором этапе вы делаете все для того, чтобы приобрести известность. Что это может быть? Давайте идеи. Что можно предпринять такого, чтобы приобрести известность? При этом, если вы работаете в найме, не думайте, что вас это не касается. Если вы предпринимаете меры для того, чтобы стать более известным, вы получаете более высокую рыночную стоимость, и приглашая вас на работу, вам переплачивают за известность. Или для того, чтобы удержать вас на работе, вам переплачивают за известность. Пишите идеи прямо сейчас и, естественно, читайте, что делать для того, чтобы приобрести большую известность в том деле, которым занимаетесь. Телепроект. Отлично. Просто реклама. Шикарный способ, когда у вас еще нет репутации – это скандалы. Ну, скандалы. Самореклама. В чем должна заключаться? Будете вообще бесплатные семинары, мастер-классы? Абсолютно точно. Бесплатные. Проводите бесплатные семинары для известности. Есть. Работать за идеи. Понятно. Пишите в СМИ. Совершенно верно. Записывайте. Пишите статьи. Пишите пост и блог. Пишите, пишите, пишите. Я пока не очень представляю, как благодарительность может дать такой эффект. Написание книги. Совершенно верно. Но, во-первых, книгу вы пишите долго. Это работа больше, чем на год. Суммарно до издания. Второе. Если вы не выпустили ни одной книги, шансы, что издательство согласится вас выпускать, низкие. Если издательство и выпустит книгу, оно не сможет обеспечить продажи, поскольку нет известности. Поэтому начните со статей. Статьи. Пишите статьи, посты, небольшие части, из которых вы потом можете склеить книгу. Попасть в известное окружение. Попасть в известное окружение. Отличная вещь. Спозиционироваться на фоне людей, которые уже имеют известность. Быть рядом с ними, но расточивать постепенно свой бренд. Есть. Выступайте, кем бы вы ни были, выступайте на всевозможных сообществах. Это ни разу не прозвучало. Огромное количество существует клубов. Клубов как онлайновых, так и оффлайновых. У всех у них есть проблема. Это проблема спикеров. Спикеров не хватает. Для того, чтобы получить известность не на уровне. Знаете, когда прочитали вашу книгу, могут даже не запомнить фамилию автора. Когда прочитали статью, все равно автор остался за кадром. Самое сильное впечатление произведения проекта при личном воздействии. При этом никогда вы не сможете произвести такую мощное впечатление на людей, какого-то публичного выступления. Почему? Потому что вы будете очень обаятельны, очень привлекательны, очень эффективны. Но когда вы выступаете публично, вы находитесь в состоянии, при котором исходит энергетика, назовем это. Да, вам стоит. Да, это очень ответственная вещь. И когда вы выступаете публично, это то, на что вы имеете в обычной жизни. Вы прыгаете в штанг и производите такое впечатление, как никогда не создать фидуальных коммуникаций и тем более в письменном тексте. Выступайте публично, чаще. Появляйтесь в разных местах. Выставки, конференции. Везде есть дефицит с кирпой. Предлагайте себя. Не стесняйтесь. Вам еще нечего терять. Нет никакой репутации. Отступать некуда позади Москвы. Предлагайте себя. Да, поначалу вы будете выступать плохо. Ну и что? Любое дело, которое делается блестяще, поначалу делалось плохо. Выступайте плохо. Нарабатывайте опыт. Нарабатывайте приемы и так далее. Там на странице, наверное, есть у нас ссылка, да? Мы делаем в апреле такой аратовский уикенд, мы его назвали. Все основные фишки аратовского искусства 2.0, 12 апреля. Приходите. У меня на сайте есть эта информация. Москва, Владислава Венда Пасхом. Мы сделали, ну, довольно, я бы сказал, бюджетную возможность услышать главное в аратовском искусстве. Приходите, послушайте, у вас будет представление о том, как выступать публично, а потом на работу просто накатаете губы. Ну, можете использовать мои книги, фильмы. Я 16 лет занимался темой аратовского искусства, сейчас переключился на тему лидерства. Она мне стала гораздо более интересной. Походите на сайт, посмотрите материалы, которые я там выложил. К слову, я, естественно, выступал и выступаю везде. Сегодня задача самопродвижения уже не стоит. Но я продолжаю по инерции выступать, как бы, и поддерживая известность, и отчасти выполняю социальную функцию. Итак, вернемся в прошлое. Москва два года, я призвал, на два года призвал себя в армию, выступал везде, где нужно было выступить. Сначала я ходил, смотрел, как выступают другие люди в разных местах, в клубах, сообществах, на конференциях и выставках. И позднее, не стою, я придумал себя сам. Вы знаете, я не припомню, чтобы мне кто-то сказал, мне традиционно спасибо не нужно. Но бывали мероприятия, на которых мне было выступать не по статусу. Например, в Москве существовал, может быть, существует сейчас некий клуб пиарщиков, где собираются директорами пиар крупных компаний. Вам не могут запретить там участвовать, даже если вы не занимаете такую позицию. Вы приходите, делаете некий небольшой взнос и попадаете на заседание. Вы можете слушать спикера, задавать его вопросы. Вы абсолютно равноправны относительно других участников. Но я отчетливо понимал, когда шел туда, что слово мне не дадут. Но вопрос я задать могу. И тогда я сделал следующее. Если вы просто задаете вопрос, этого никто не замечает, и это не ресурсное выступление. Вы правильно сказали совершенно, что скандал – лучший способ самопродвижения. И, возможно, кто-то из вас сейчас сказал, скандал – это нехорошо. Скандал – это недостойно. Что вы мне ответите, если я вам скажу, что Христос использовал именно скандал для самопродвижения? Перечитайте Евангелие. Исцеление больных, что было по законам тогда же, иудаизма, чудесное исцеление больных, или искрешение мертвых. Вещи совершенно запретные. Христос врывался в храмы, опрокидывал столы, менял, допускал жертвенные голубей. Это скандал. Он произносил речи, в которых он ставил поставления основополагающие принципы тогдашек церкви, религиозные основы. Это был скандал. Он продвигался, как сказали мы сейчас, с помощью скандала. Лучшего способа не придуманного силовища. Но дело другое, что здесь нужно знать меру, во-первых, во-вторых, понимать, где нужно остановиться. Сегодня скандал мне был, например, повреден. В то время скандал мне помог. Я забыл цепочку из трех вопросов. Я помню, был гостем этой встречи, редактор некой деловой газеты. Я спросил, скажите, пожалуйста, если какой-нибудь бизнесмен совершит неблаговидный поступок, вы об этом напишите? Он сказал, да, безусловно, я об этом напишу. Я спросил, нужно вам что-то заплатить за это? Нет, не нужно. А если какой-нибудь бизнесмен сделает хороший поступок, вы об этом напишите? Он сказал, а вот это уже будет пиар, а за пиар нужно платить. Я тогда сказал, а не кажется ли вам, что вы несете личную ответственность за то, что образ предпринимателя в нашей стране такой негативный? Вы пишите о плохих поступках бизнесменов, но не пишите о хороших. И тогда, я помню, начался такое в аудитории, если не шум, то, во всяком случае, некий ропот, повисла пауза у спикера, все стали обсуждать что-то. И, вы знаете, дискуссия пошла сразу по-другому. Она была более оживленной, более накаленной что-нибудь. И после того, как все закончилось, ко мне подходили люди, давали визитную парточку, говорили, вот это очень правильно, я с этим согласен, безобразие, что происходит. И я так формировал первую базу контактов, первую базу своих будущих потенциальных клиентов. Поскольку я занимался тренингом пара, простым искусством, то эти люди были моими заказчиками. Это директоратный пиар, а бюджеты на публичные выступления, конференции, семинары довольно часто оказываются в компании в их руках. Вспоминаю встречу, надеюсь, Жанна Завяуба простила меня, лет 12 назад я был на ее выступлении и подверг жестокой совершенно иррациональной критике ее выступления на тему, как использовать видео в тренинге. Была тоже очень активная реакция моих коллег, были первые визитки, первые контакты, может быть первая известность. И, кстати, именно после этого выпада ко мне подошел Михаил Малаканов и предложил самому выступить на клубе. Но, признаюсь, он мне сказал, Радислав очень известный человек, блестящий специалист, давайте вы выступите на клубе. А он подошел и сказал, ну, что-то примерно, типа того, что, вместо того, чтобы выступать с критическими встречами, а каков ты сам был, пойди-ка сам выступил. Я сказал, да, хорошо, окей, и на одном из ближайших заседаний выступил сам. Понятно, да? Приобретаем известность, появляемся везде, пишем, пишем, пишем. И повторю, если вы работаете в найме, это не снимает с вас ответственность. Приобретение известности в любой профессии, в любом деле автоматически повышает вашу капитализацию. Переходим на третий этап. Третий этап – это этап, как вспомним, когда при минимальных вложениях, минимальных энергетических, финансовых поливаниях вы получаете максимальный эффект, ну, скажем, в виде денег. На этом этапе заработки самые большие. Но чего вам на этом этапе начинает не хватать? На этом этапе начинает не хватать энергии. Помните, да, благосостояние – это неуклонный поток, не спадающий. Огромное количество примеров можно привести, когда звезда шоу-бизнеса, достигая пределов в карьере, зарабатывала баснословные деньги, а потом спустя время куда-то исчезала, известность пропадала, а она прозевала, звезда прозевала. Бывает это, к сожалению, с моими коллегами-тренерами, когда слава в зените, а потом спад. Почему? Происходит эффект перегорания. Вот я уже вижу, что говорю об актуальных для вас вещах. Происходит выгорание, у человека нет энергии, она не восполняется, и человек не может так же качественно делать свою работу, как он работал раньше. Как он делал раньше. Поэтому на третьем этапе начинаем беречь энергию. Начинаем активно отдыхать, заниматься спортом, здоровьем, общаться с близкими людьми. Составляем жесткий график, в котором вы отводите отдых и восстановление в достаточных времени. Тогда вы сможете продлить этот эффект и увеличить его со временем. И, наконец, четвертый этап. Этап, когда у вас все как бы идет само собой, но уже не радует шарики на елке. Знаете, как в том анекдоте. Мало кто из вас дойдет до этого этапа. Но если вы дойдете до этого этапа, у вас известность и навалу. Деньги идут сами собой. Мало свободного времени. Нужно его освобождать больше. И самое главное, нужно уходить на новый этап. Нужно снова запускать все с первого этапа. Снова начинать новые проекты. В семье рождение нового ребенка вдыхает в нас силы. Мы запускаем новый этап. А в профессии чего бы не достигнуть? Выходите на новый уровень. Начинайте новую тему. Начинайте с нуля. Сами организуйте бизнес вокруг той профессии, в которой вы достигли успеха. Однажды, кстати, почему я сегодня говорю с вами на эту тему. Однажды мне предложили провести вебинар, который позднее не состоялся. А я довольно часто предлагаю тему предложить мне. Ну то есть не я, что предлагал тему, а тему, что предложили мне. И мне сказали, что пусть тема будет такая, как заработать на тренингах миллион долларов за год. На тренингах. Я посмеялся. Человек, который предлагал мне эту тему, знает, что в целом именно такой оборот по тренингу у меня в год чуть меньше был один год, а в целом больше не держится. Я придумал интересную штуку. Я сказал, как заработать миллион долларов на тренингах в год. Элементарно. Первое. Ваш тренинг должен стоить десять тысяч долларов. Второе. Вы должны провести сто тренингов в год. Таким образом за год вы заработаете один миллион. Мне сказали, вы не устали? Да, спасибо. Не устал ли говорить в течение часа или не устал ли я вообще по жизни. По жизни устал в свое время очень. Было очень трудно. Но потом действуя так, как я вам сейчас рассказываю, мне удалось восстановить силы и сейчас сохранять нормальные баблажные сподоемы. Что касается усталости за последний период, я сегодня ночью прилетел из Парижа. Провел там пять дней. Разница во времени три часа. Еще такой джет-леб. Спал четыре часа. Рано утром встал, были дела. И в течение всего дня был в активной работе. Я был и в офисе, и была встреча на выезде. И сейчас, когда я закончу с вами, я поеду. У меня еще одна встреча в полдесятого. Устал очень здорово, но меня вдохновляет возможность общения с вами. Вот вопрос возьми, как лучше работать под своим именем или под псевдонимом? Я работаю под своим именем, потому что при таком имени псевдонима не нужно. Чем причудливее звучит ваше имя, тем вы больше имеете шансов на прогрежение, поскольку, ну, а слово брендинг для этих необычных звучаний, бренды не получаются из слов по тем, которые звучат обыденно. Итак, помните, дам математику. Десять тысяч долларов должен стоить тренинг, и вы должны провести сто тренингов в год. И я предполагал, что кто-то скажет, ну, прикольно, ради Слава, а может быть, я могу провести пятьдесят тренингов по двадцать тысяч долларов? Я сказал, нет, извините, так не получится, потому что двадцать тысяч долларов не стоят на живые тренинги. Кто-то говорит, хорошо, а может быть, можно поставить пять тысяч и провести двести тренингов? Нет, ребята, двести тренингов вы не проведете, никогда не достичь такого цифра, просто физически не потянете. По сути, все вопросы заключаются в том, как поднять цену тренинга за десяти тысяч долларов и как раскрутиться так, чтобы у вас было сто заказов в год. И вот на этой основе я уже планировал говорить час на вебинаре. То, о чем я говорю с вами, ну, близко к тому, я с удовольствием подхватил эту тему, потому что она действительно дает свой результат, она дает те деньги, о которых мы с вами говорили, те самые миллионы. Запомните, пожалуйста, за что платят заказчики, если вы, представители, если вы работаете в свободной профессии, за что платит вам работодатель, если вы работаете в вебинаре. Первое. Вам платят за то, что именно вы делаете. Вы знаете, большинство людей не смогут внятно объяснить, что именно они, какую функцию они выполняют в компании, что именно такого особенного, уникального, чем конкретно они занимаются. Когда я начинал проводить тренинги, я совершенно четко понимал, что нужно выбрать одну тему. тема ораторских искусств. Но кто-то мог сказать, подожди, чем шире линейка, тем больше продажи. В краткосрочной перспективе, да, в долгосрочной, нужно быть специалистом в чем-то конкретном, однозначном. Первое. Второе. За что нам платят? За то, как мы это делаем? За умение, стиль, работы. Около трех тысяч. Думаю по тридцати тысяч. За что? За что? Тридцать тысяч чего и за что? Получаю за что? Роман, уточняйте. Тридцать тысяч – разные понятия. То, как мы это делаем? Стиль, манера и каково качество? Насколько лучше других? Третье – это нам хватит за то, легко ли нас заменить. Легко ли нас заменить? Может ли кто-то сделать то же, что делаем мы, так же успешно и вообще может ли этот человек это сделать? Поэтому, да, безусловно, нужно вокруг того, что вы делаете, создавать определенный ореол известности. Безусловно, нужно работать над тем, чтобы грамотно и правильно использовать инструменты продвижения. Но, чтобы эффект был действительно долговременным для того, чтобы закрепиться и получать тот поток, о котором мы говорили в самом начале, необходимо совершенствоваться в профессии узко, четко и с большим опережением от других. Поэтому, не только выступления, статьи и так далее. Я посещаю регулярно тренинги моих коллег. Кто-то скажет, Радислав в неком рейтинге тренеров на самых высоких позициях. Чему ему учиться? Да в том-то и предпол, что люди, которые поднялись высоко в своей профессии, учатся постоянно. И учиться можно даже у человека, который в каком-то рейтинге стоит ниже вас. Если он стоит в рейтинге известности ниже, это не значит, что он может научить вас. Учитесь, ходите к другим специалистам и, конечно, цепляйтесь за тех, кто может вас потянуть в том деле, которым вы занимаетесь. Многие любят быть наставниками. Напрашивайтесь в ученики. Напрашивайтесь в ученики. Учитесь. Ходите на семинары, на публичные выступления. Читайте книги людей, на которых вы хотели бы быть похожи. Это отличный буксик. Должен сказать, что на эти вещи ступиться нельзя. Я это понимаю совершенно отчетливо. Моя семья тренируется. Вся семья увлечена гольфом. Мы недалеко от 22 числа вылетаем снова за границу на сборы по гольфу. Вот с моим сыном, со мной и с моей женой занимается старший тренер сборной России по гольфу. Почему именно он? Огромное количество тренеров, которые стоят, ну, с которыми занятия обошли, были лишены. Потому что, если вы хотите добиваться выдающихся результатов, цепляйтесь за тех, кто добился выдающихся результатов. Дальше пример. Если мы говорим, ну, скажем, об английском языке, можно найти массу преподавателей, но вот своей семьей занимается коренной лондонец, он живет в Москве. Это дал более серьезный бюджет, большая ответственность, но понятно, что он может дать более серьезное бюджет. А вот сейчас мы с вами говорим, с моим сыном музыкой занимается бывший педагог Николай Абасков, фортепиано. Я вот не знаю, как этому относиться, радоваться или кричать. Можно ли его приводить в пример в этой ситуации? Повышайте уровень профессионализма. Повышайте уровень владения инструментом, которым вы зарабатываете себе на жизнь. Что делать для этого? В моей профессии нельзя проводить тренингов меньше определенного количества. Нельзя, даже если вы можете отдыхать, не проводить тренингов долго. Для меня 2-2 недели – это критически много. Через 2 недели, если не провожу тренингов, мне труднее восстанавливаться. У вас должен быть постоянный опыт. И знаете, как хирург, если он не оперирует, часто у него снижается уровень профессионализма. Если летчик не налетал определенного количества часов в год, у него снижается классность. Если музыкант не наиграл определенного количества часов на репетиции, у него падает квалификация. Работайте, сохраняя и повышая уровень профессионализма в том, чем вы занимаетесь. Без этого не обойдется. Не ждите каких-то волшебных секретов, которые помогут вам без труда, без усилий с вашей стороны добиться выдающихся результатов. У нас с вами частный контакт всего. Внимательно просмотрите ваши записи. Наметьте конкретные шаги. Что вы собираетесь сделать в самое ближайшее время. Не буду повторять, делая обзор тому, что вы говорите. Каждый из вас пойдет в свое. У каждого из вас что-то откликнулось, видимо, в вашем опыте, что-то в ваших мечтах и целях. Используйте, двигайтесь к ним. Повторю, не сам для себя миллион целей. Важно движение. Важен неуклонный рост. Какой гонорар за двухдневный тренинг по лидерству? Не бывает у меня двухдневных тренингов по лидерству. У меня все тренинги однодневные. Повторяйте гонорар нет. Есть стоимость. Ее можно запросить. Но если действительно нужно, вы можете на сайте найти контактную информацию. Запросите этот тренинг. Отвечу на несколько вопросов в финале. Сколько я отдыхаю между тренингами? У меня бывает, что тренинги идут один за другим, без перерыва. Но у меня порядка 90 дней в течение года, когда я не работаю. Я уезжаю себе играть в вольф два-три раза в год. Мы выезжаем в Лондон подтянуть английский. На море детей свозите сами погреться. Ну и так далее, и так далее. На даче, в конце концов, подорочать тоже полезно, в одном складе веса. Я делаю такие промежутки для восстановления. И они у меня в календаре выделены. В деловом календаре. Они обозначены в деловом календаре. Более того, поскольку я сам люблю свою работу и готов работать бесконечно много, мой отдых ставит другой человек. То есть, этот человек должен поставить определенное количество дней отдыха. Только так я смог решить эту проблему. К сожалению, мы с вами не охватили вопроса делегирования. Нужна часть того, что вы делаете, передавать, делегировать с тем, чтобы освобождать вам время и силы для того, чтобы вы могли и отдыхать, и восстановиться, и развиваться в той профессии, в которой вы собираетесь преимуществить. Ну что, нам пора заканчивать. Очень верю и надеюсь, что то, что мы с вами обсуждали, не поправимую пользу. Но, повторю, то, что вы сделаете, принесет результат. Не то, что вы слышите, не то, что вы читаете, а то, что вы сделаете. Будет трудно, но без первого и второго этапа, без преодоления трудностей, к сожалению или к счастью, не достичь тех выдающихся результатов, которые вы встретились. Спасибо вам. Спасибо всем, кто организовал нашу встречу. До, возможно, новых встреч онлайн и оффлайн. Спасибо. Радислав, большое спасибо. 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 Секунду, вы не выключили микрофон. Сейчас. Я выключу. Так, друзья, я хочу всех поблагодарить за то, что вы сегодня пришли. Было более 2200 человек. Да, прямо в данный момент даже более 2200 человек. Большое спасибо Радиславу за выступление, за информацию полезную. Я слушал очень внимательно и записывал. Запись этого выступления будет у тех, кто подписывался на Конгресс. Она будет разослана в письме после того, как Конгресс миллионеров закончится. Завтра будет выступление братьев Дементьевых на тему купонный маркетинг. Молодые парни, которые уже заработали свой первый миллион и готовы этому научить. Хочу заметить такой момент, что записи завтрашнего выступления нигде не будет. Большое всем спасибо за внимание. Добрый вечер. Кому-то доброе утро. Нас слушают по всему миру, я знаю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok